Приветствую вас, и вначале я отвечу на ваш вопрос, а после дам несколько комментариев по поводу вашей ситуации в целом, потому что мне кажется, что в вашем случае одного ответа на вопрос будет мало. Итак, почему парень не говорит вам, что он от нее не уйдет? Дело в том, что когда-то, как-то когда-то, у него, у вашего мужчины, была, вот знаете, реальная возможность, значит, прям вот реальная возможность, значит, ну, уйти от этой девушки, от своей. Он от нее не ушел. Ну, ну, не смог этого сделать, там, и так далее, это, в принципе, не столь важно. Не столь важно, почему он этого не сделал. Важно, на мой взгляд, немножечко другое, ну, на мой взгляд. Важно то, что он понял, что, например, она, эта женщина, ему нужна, и он не может, например, вообще, скажем, без нее, ну, то есть, вообще, без нее он не может. А если мужчина это понял, то он также понял и то, что вы ему нужны. Поэтому заключается в основном парадокс, что если он скажет вам, что он от нее не может уйти, то вы его бросите, скорее всего, скорее всего, и он останется без вас, он останется без вашей, ну, скажем так, поддержки. Да? Вот. И это для него будет означать удар, это будет означать для него урон, это будет означать для него проигрыш. Мужчина всегда очень болезненно реагирует на то, значит, когда кто-то показывает ему, мужчине, значит, что он проигрывает. Ну, вот такие мужчины, мужчины, такие вот мужчины, и поэтому, именно по этой причине мужчина и держится за нас, по сути дела. Он держится за нас и держится за нее, потому что, объективно, ему нужны вы обе, и он пытается стрелять за каждую. Потому что для него разрыв с каждой означает личный прогресс. Во всей этой ситуации мне бы хотелось, чтобы вы сами постарались бы для себя определить следующее. Вот. Почему вы до сих пор с ним... Почему вы до сих пор не можете, например, его бросить? Бросить. Я имею в виду мужчину. Почему вы, почему вы не можете отойти от него? Почему вы не можете оставить его в покое? С чем связана вот эта вот ваша поведенческая реакция? Что вас удерживает, как бы, рядом с ним? На твой, на мой взгляд, на мой взгляд, это очень важный момент, важный момент. Потому что он определяет то, что вас удерживает с ним. И, соответственно, если вы для себя сможете данный аспект понять, то вам будет проще увидеть причины того, чему вы оказались в этой ситуации. И понять, что думать вам нужно не о нем, не о мужчине. У него, как раз таки, у него все хорошо. У него есть две женщины, которые, в общем-то, его устраивают почти во всем. И ему вообще хорошо. А вот вам, вам эта ситуация явно нехорошо. И вопрос в том, почему вы заняли такую вот, я бы сказал, выжидательную позицию, с чем она, эта выжидательная позиция связана, и почему вы не пытаетесь что-либо поменять в своей жизни. И, например, не сказать мужчине, что «ну хорошо, если ты не уходишь от нее, то есть я воспринимаю это как твое решение, как твой ответ. Вот, я воспринимаю твой ответ как решение насчет себя. Почему вы не хотите взять ответственность на себя? Почему вы ждете, что человек воспоминет и решит как бы все за вас? Вот эта вот позиция «ждать», она меня тревозит в вашем сообщении, потому что обычно тот, кто ждет, тот не желает нести ответственности за себя и постоянно впадает в позицию «жертвы». Что оборачивается в итоге для него всем-то нехорошим. О чем я рекомендую вам подумать, как так следует. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!